Добрый день, расскажите пожалуйста о ситуации с коронавирусом на сегодняшний день в республике. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. На сегодня указом главы республики Саха-Якутия режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 1 октября 2020 года. По оперативной сводке на 18 сентября 2020 года в республике выявлено в целом 67 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе преобладает город Якутск 32%, остальное количество 32-35 случаев приходится на УЛУСы нашей республики. На самое большое количество случаев сегодня из районов и УЛУСов республики зарегистрировано на территорию Мирненского УЛУСа. В Среднеколымском УЛУСе отработано 6 новых случаев. Необходимо обратить внимание, что в основном это контакты тех лиц, которые давали нам первоначальное заболевание на территории Среднеколымского района. Есть определенного рода распространение вируса и в самом районе на часть поселений. Оперативный штаб района совместно с республиканским оперативным штабом и с дополнительной медицинской бригадой, работающей в Среднеколымском районе, держат ситуацию по полному контролю. В Амгинском районе появилось 5 новых зарегистрированных случаев, в Кангаласском, Нюрбинском районах по 4 случая, в Ленском, Нюрингринском и Салданском по 2 случая и 1 случай в Алёпминском районе. Все ближайшие контакты обозначенных лиц выявлены и изолированы. За последние сутки летальных случаев, по данным Роспотребнадзора, в республике не зарегистрировано. За сутки у нас лабораториями республики, наверное, проведено самое большое количество за последние 3 месяца тест-исследований на коронавирус – 4 121. Это связано и с тем, что мы открыли дополнительные лаборатории для того, чтобы и убыстрять процедуру подтверждения диагноза коронавирус, и для того, чтобы непосредственно всё-таки как можно больше населения протестировать как с точки зрения на исследование на коронавирус, для последующего лечения по регламентам Минздрава, так и для того, чтобы непосредственно проводить исследование населения в части выявления антител для тех, кто уже переболел, и для выявления непосредственно состояния самой по себе иммунной прослойки на территории нашей республики, для того, чтобы принимать в том числе и последующие действия. Вчера указом главы республики Сахая-Кутя Айсен Сергеевичем Николаевым была разрешена деятельность ряда непосредственно учреждений культуры с обязательным соблюдением, а значит, непосредственно на правила, которые определяют санитарные нормы. Необходимо обратить внимание на то, что для нас самым важным оставалось и остаётся – это соблюдение обязательного режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, который сохраняется до 1 октября, а также для граждан, которые входят в группу риска с хроническими заболеваниями. На настоящий момент на рассмотрение главы оперативного штаба введено непосредственно, внесено предложение, которое предполагает возможность усиления ответственности работодателей, которые привлекают на работу лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. С чем вызвано подобное рассмотрение подобного рода предложения? Оно вызвано в связи с тем, что основные больные, которых сегодня непосредственно фиксируют и лечат Министерство здравоохранения Республики Сахая-Кутя, его подведомственные учреждения – это те больные, которые непосредственно старше 65 лет имеют осложнение. В связи с этим занятие ими коек, оно даже после того, как вылечен коронавирус, оно в любом случае имеет более длительный период по времени. В результате этого оборачиваемость койки, как бы это ни звучало, таким вот достаточно грубым словом, она достаточно у нас затруднена. Поэтому сегодня необходимо принять все меры для того, чтобы граждане старше 65 лет сохраняли обязательный режим самоизоляции. Нам важно сохранить наше старшее поколение. Поэтому и вчера на заседании Республиканского оперативного штаба совместно с районными штабами еще раз было обращено внимание о том, что основной акцент у нас 65-летних людей. На этой неделе в Республику Саха-Якутия поступает вакцина от коронавируса. Вакцина поступает в порядке непосредственно отработки маршрутизации последующей вакцинации сотрудников учреждений здравоохранения, сотрудников учреждений социальной сферы. Им только что поступила информация о том, что к нам поступило для подписания соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о поступлении к нам вакцины в последующем. И мы сейчас как раз готовимся к тому, чтобы ее до вечера подписать, это соглашение, и, соответственно, начать последующую реализацию этого соглашения. Еще хочу обратить внимание, что на настоящий момент главой Республики подписано соглашение Минздравом Российской Федерации о выделении дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких для оснащения наших больниц. Спасибо.